Это удобно и можно достаточно быстро обучить, то используют внутрикосный доступ. В настоящий момент большое количество разных устройств, которые используют, есть механические, есть такие электронные, это вот инзио, как дрель, линия электродрель. Есть по типу, как инсулиновые шприц-ручки, биг. В Российской Федерации у нас зарегистрированы, это как раз таки, изио, мини-дрель и биги зарегистрированы. Какие точки, которые мы используем для проведения внутрикосного доступа? Вообще их несколько больше, поскольку, например, за рубежом есть специальный прибор ФАС, он устанавливает внутрикосный доступ к грудину. У нас это запрещено, то есть у нас это не используется. Точки наиболее часто, которые используются, это максимальная поверхность большеберцовой кости. Каким образом можно найти эту точку? Подколенник, да, находится у себя. Дальше идёт бугристость, то есть, по сути, вот два пальчика, да, два пальчика вниз от надколенной косточки и затем два пальчика внутрь. То есть вы утыкаетесь в такую площадочку, да, чувствуете? Нашли у себя? Плоская. Вот, да, плоская такая площадочка. И вот это вот и будет точка наиболее распространённая для проведения внутрикосного доступа. Также внутрикосный доступ вы можете использовать, если, например, ну какая проблема, да, ну, слава богу, у нас в России не так она распространена, но, например, если мы возьмём ту же Америку, да, это проблема ожирения. И не всегда вы так просто сможете пропальфировать вот эту площадку, то вы можете использовать дистальную трень тоже большеберцовой кости, да, и два пальчика вверх от, вот, вот, лодыжку, косточку нащупываете, да, у себя, вот, два пальчика вверх и вот тоже вот в эту вот точку можете использовать. Также плечевая кость, это альтернатива, можете устанавливать внутрикосный доступ. Причём, когда мы говорим про скорость введения, да, то если мы говорим про большеберцовую кость, это 1 мл в минуту. Если мы говорим про плечевую кость, то здесь уже больше, здесь мы говорим примерно это 5-9 мы можем использовать, да, ну и преимущественно самое быстрое, это вот через грудину, но, опять же, он у нас запрещен. Вот, когда мы говорим про разные устройства, давайте сейчас рассмотрим это, а, опять же, препараты, лекарственные препараты вы можете вводить любые. То есть здесь никаких особенностей нет, единственное исключение это химиопрепараты, да, химиолечение, здесь внутрикосный доступ использовать нельзя. Ну, как бы у онкологических пациентов мы особо и не говорим про внутрикосный доступ, потому что у них и так кости, да, под, скажем так, ну, часто бывают метастазы, и это не доступ выбора. Сейчас, перед тем, как перейти к физио, противопоказания к внутрикосному доступу. Первое, это инфекция в месте, куда вы планируете устанавливать иглу. Второе, это наличие какого-то протеза, да, ну, соответственно, понятно, куда вы не будете устанавливать. А как мы узнаем, есть ли он там или нет, например, у него колено протезировано, здесь и доставить не можем, а это просто пациент ДТП колено протезировано 10 лет назад. Как мы об этом узнаем? Шрам, да, либо он 10 плюс лет, шрам практически не будет. Ну, кризлозность. Да, либо он что-то вам скажет, да, что... Либо вы иглу сломаете, а протез, и будете другой вариант использовать. Если без сознания, то как бы уже начинаются интересности всякие. Это да. Вот, а дальше, это перелом именно той кости, да, например, вы хотите поставить в правую большеберцовую кость, она переломная. Понятно, что метастазы не будет. Вот. Ну, собственно, это вот основные противопоказания для лечения. Какого-то стильного костя? В плече между головками, получается. Так, и теперь относительно самих приборов. Когда мы говорим про изёрк, то есть это, смотрите, вот такая мини-электродрель, и к ней идёт три магничные иглы. Эти иголочки, они подбираются по весу пациента. Ну, и плюс есть ещё такие внегласные правила некоторые. То, что жёлтая игла, она самая большая, 45 миллиметров. Вот. То есть если она преимущественно идёт в плечо. Почему? Потому что здесь больше мышечная масса. Либо у лиц с ожирением. Потому что, вот, например, может быть, кстати, коллеги подключались. Была конференция ITLS Connect. Вот. Там тоже рассказывали, что считается, что максимальная большая игла это вот 45, но в Америке есть и 50, и 55. Опять же, да, это обусловлено тем, что очень большая проблема с ожирением. Угу. Угу. Дальше игла наиболее ходовая, это такая голубая. Она предназначена для как раз большеберцовой кости, для установки этого доступа. И самая такая маленькая, вот эта 25 миллиметров, и самая маленькая, это розовенькая, она для детей. Преимущественно. Она из-за их расходов, 15? Она 15, да. Да, все верно. Для детей независимо от того, куда мы ставим? Ветерно. Для детей независимо. Какого возраста примерно? Возраст, там будет еще по массе смотреться. Ну, до какой массы? Да, да, да. Если до 40, то мы будем использовать вот эту розовую. Если больше 40, то синику. Игла намагничивается, ну и соответственно, понятно, что она идет, игла с мандреном сразу. Мандреном сразу. Ну вот, то есть, ну как, как коннектор назвать, да, то есть, вы будете проводник, вы будете проводник, да, оставлять непосредственно, да, и иглу будете выбирать. Ну, посмотрим, как это происходит на практике. Ну, считаем, да, что мы определились с местом, нашли нашу площадочку. Все, определились. Обязательно, чтобы вы зафиксировали ногу, да, и... Да, зафиксировали ногу. Да, зафиксировали ногу. И смотрите, обязательно игла должна быть под углом 90 градусов. При этом посмотрите, куда у меня идет палец, да, то есть, есть специальная кнопка. Второй, ага, указатель. Вы на нее нажимаете, и реально вот как дрель, да, то есть, он просверливает... Извините, может, там еще, отколь кольцевые отметки эти на игле, глубиня. Да, 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 ага. Получается, вы нажимаете и должны одним движением, чтобы за... То есть, как это... Не прокручивать несколько раз, поскольку это будет травмировать тоже хочешь. За один раз все сделать. Теперь древно подметил Александр, то, что на игле есть отметки специальные, и вы не полностью вкручиваете и бомбу до вот этой вот пластиковой поверхности. То есть, вы должны увидеть, что вот есть черненькая рисочка, да, смотрите, то есть, вот до нее. Сначала, там несколько рисок, вы должны упереть кость и убедиться, что она соответствует по... Соответственно, у вас до того, как вы начали это сверлить, вы должны убедиться... Сейчас, вы должны проткнуть мягкие ткани, упереться в кость, проверить, правильно ли выбрали иглу. То есть, должно быть... Одно традиционное капон должно быть уже в тканях, самое нижнее. Вот, а следующее должно быть видно. То, значит, тебе не повезло с иглой. То есть, это до того, как вы сверлили. А, то есть, там две риски показывают на старте в этом интригале должен быть и финиш. Да. Финиш... Ну, и все, и одним движением получается. Вот. Просверлили. То есть, ну, не совсем дошло, да, вот. То вот этой вот черной рисочки убираете. И дальше убираете самую иголочку. После этого в комплекте есть коннектор, через который закручиваете. Он так не фиксирует? Он так самостоятельно. Они... Нет, есть специальные фиксаторы. Вы можете ими фиксировать, вот, чтобы никак не происходило смещение. Но на самом деле она достаточно плотно фиксируется. Вот. Далее. Если пациент в сознании, то вы будете... Аспирацию не надо делать сначала? По поводу аспирации очень такой спорный момент. Потому что говорят, что когда делаете аспирацию, во-первых, не всегда, если вы не получите костный мозг, да, то это говорит о неправильности постановки. И второй момент, что это может забить просто иголочку, и хуже тогда будет идти, да, сама инфузия. Вот. Какая часть самая болезненная, да, это как раз когда мы устанавливаем внутрикосный доступ, и затем, когда мы проводим уже болюс. Потому что наша основная задача – это разрушить костные тробекулы этим болюсом. Поэтому, чтобы не так надкосница реагировала, да, если пациент в сознании, мы вводим один миллиграмм лидокаина. Вводим. Подготовили изначально. Причем, посмотрите... Да, заполнили обязательно, посмотрели, что... Да, да, ага. Все, ввели. Чем заполнили к ним лекарство? Ну, жидкость, тем, что не шло. Ну, как ты капельницкой доставишь, и... Мы же не папыли, мы же сразу бедокаин вводим. О, потекло. Потекло, да. И далее, смотрите, у нас есть большой шприц в нашем комплекте. Обязательно 10 миллилитров, и мы вводим за 3 секунды. Так, вон десятка, помню. Вот это же 10 миллилитров сейчас есть. Там же течет так бодренько. В общем, вон его на месте. Это просто брак предмета, в смысле... Да, да, так не должно быть. Я такого никогда не видел еще. Ну, это потому что они не одноразовые. Это, да, потому что... Учебные, да. Учебные, да, да. То есть, по сути, вот, раз, два, три, сопротивление, очень большое коллеги. Вот тебе же вкусный мозг уже пошел. Да. Коллеги, вот это, чисто для справки, исключительно болезненный процесс. Да. То есть, сама установка иглы не болезненная и вообще не вызывает большого дискомфорта, а вот эта штука вызывает. Тем не менее, введение за 3 секунды достаточно быстро, большое сопротивление, и вводить это надо быстро. То есть, вот эту процедуру нельзя растягивать во времени. Потому что как раз основной смысл это разрушить костные фибрекулы. Если мы этого не сделаем, да, то инфузии не будет. Есть такое внегласное правило. Нет болюса, нет инфузии. Это для внутрикосного доступа. И, следовательно, дальше мы подключаем уже непосредственно инфузию того раствора, который нам необходим. Но, какая особенность, когда мы говорим про подключение инфузии? То, что необходимо, это вирус тоже все под давлением. Есть специальные манжеты, мешки, которые пособствуют созданию давления. Ну, либо есть такой, скажем, советский способ, да, когда вы просто берете либо весом, либо манжету от тонометра, да, нагнетаете до трех сон, и тем самым вы подаете инфузию по внутрикосному доступу. Можно, когда мы как раз разрушаем вот эти внутрикосные проблемы. Нет, но где-то больно нужно там держать для 2 пациента, да? То есть он там будет рядом, ну, как-то сильно больно. Это больно. На самом деле, смотрите, есть лидокаин, ну, считается, да, что все равно хоть как-то обезболивает. Есть, если посмотрите в интернете видео, где люди сами себе наживую ставят мышлокостный доступ, в общем, ну, как бы, все нормально. Да, я правильно понимаю, что лидокаина прям сразу промывает паузу для того, чтобы подействовать? Нет, не даем. А у нас любят подействовать за эти три сезона? Нет, мы можем поднести.